Всем привет! Меня зовут Денис Гурцович. Погода сегодня не способна, потому что мы все были бодрые, общались между собой и мешали выступающим. Но я надеюсь, как-то вообще настроение поднимется, и вы наконец-то вспомните, зачем вы сюда сегодня пришли. А пришли, я так понимаю, для того, чтобы выйти с какими-то классными проектами, которые уже сделаны и, собственно говоря, готовы к запуску. Вот Алексей мне поможет адресовать основные моменты, с которыми соприкоснется ваш проект, который вы два дня будете разрабатывать. И, собственно говоря, самое главное, это как вы представите проект в итоге. Иногда случаются какие-то ситуации, когда люди забывают рассказать о результатах своей деятельности в течение двух дней, которая происходила. Вот. И упускают какие-то важные моменты. Так вот, завтра вечером, когда вы будете жюри показывать свой созданный проект, важно не забыть о том, откуда, собственно говоря, появилась идея, или там основные какие-то исторические предпосылки, рассказать про стратегию, про вашу команду, про финансирование, и, собственно говоря, почему проект будет жить. Вот. Хотел бы тратить и расслабиться на каждом из пунктов. И, собственно говоря, вот идея, да. Здесь важно показать passion, показать, почему она близка, почему вы будете ее развивать вопреки всем сложностям, которые возникнут на пути по развитию этого проекта. Почему вы горите, собственно говоря, желанием помочь именно этой целевой группе, есть ли какая-то там, не знаю, личная история, связанная с этим. Это очень важно, и это, ну, влияет на решение жюри. Вторым моментом является стратегия. В стратегическом плане важно адресовать то, что называется большой картиной. То есть вот сейчас мы делаем там такой MVP, да, там, минимум пару продуктов, что-то такое совсем маленькое, то, что мы успели там наваять за два дня, но мы это делаем как маленький шаг на пути к чему-то великому. То есть в идеале, как бы, надо показать, как вы хотите изменить мир, и, ну, показать, что у вас есть конкретный план. Сейчас вы делаете небольшое там веб-приложение на вот такую-то тему, и, ну, как бы, вот, там, решаете небольшую какую-то проблему, возможно, локально. Но это всего лишь часть, дальше вы видите вот такие-то, такие-то там способы развития, развития этого приложения. Что касается команды, то важно показать, почему именно эти люди могут там получить финансирование, поддержку, и почему они, собственно говоря, не зафакатят весь процесс. Показать, что, ну, это там какие-то вменяемые, адекватные люди, всем дать слово. Рассказать может быть, ну, небольшую профессиональную историю каждого из участников команды. Вот. Если, если есть какой-то релевантный опыт, то его тоже показать. Вот. Это что касается команды. А, функциональное распределение. Очень важно объяснить, как бы, кто что делал в этом, и что, ну, каждый человек будет делать в проекте и дальше, если проект получит финансирование. Вот. Вот. То есть, собственно говоря, какие пароли в команде, и чтобы было понятно, что то, что вы представляете, не является там результатом работы фасилитатора группы или лидера команды, который там вдруг выкристалил назывался, либо автор проекта. Вот. Дальше нужно остановиться на такой штуке, как устойчивость, потому что, ну, нестабильная ситуация с финансированием, вот, она, как бы, вызывает подозрение. То есть, ну, окей. Все рады работать, когда деньги есть. Вдруг у проекта не будет финансирования. Что же произойдет в таком случае? Есть ли какие-то, например, идеи, касающиеся того, будут ли партнеры, например, которые поддержат проект? Если есть понятные партнеры, то, ну, что бы вы от кого хотели получить? Например, вы хотите себе, там, партнера Nokia, и, ну, вот, Nokia обеспечит, там, телефоном всех тех, кто, значит, там, не может самостоятельно перемещаться по городу. Вот, и, ну, ну, как бы, вот, вы рассчитываете на какое партнерство. Или, ну, там, я не знаю, скажем, Google, там, да, будет вам давать бесплатно ежемесячно, там, не знаю, 30 тысяч показов, или, ну, что угодно. Вот. Кроме того, будет ли как-то меняться модель финансирования? Ну, как вы знаете, там, где-то 3-4 недели назад в Штатах был принят закон про то, что основателями компании могут быть люди, которые используют микроплатежи, то есть краудфандинги, да, основывают компании. То есть я могу отправить смс-ку там за 100 рублей, скажем, в поддержку какой-то компании, и, соответственно, таким образом я становлюсь собственником компании, собственником акций компании на сумму 100 рублей. И, соответственно, компания растет, я получаю прибыль. И вот так можно организовывать компанию теперь в Штатах. Донатство тоже декатится, и, как бы, видится ли вам такая ситуация, не видится, как бы. Хотели бы вы привлекать микроплатежи для поддержки своего проекта, или вы только рассчитываете на донорские деньги, а может быть, у вас есть какая-то модель монетизации, ну, скажем, там, проект в Беларуси называется «Много-мама», да, в Беларуси проблема там найти подгузники, коляски, намежек, и все остальное для детей. Вот, и вообще непонятно, что с ними делать после того, как они родились, потому что ни одного онлайн-гайда на эту тему нет. Вот, ребята организовали онлайн-гайд, и у них есть рекомендационный механизм, позволяющий не купить товары, да, но хотя бы понять, где что можно найти там, когда уже детев родилось. Вот, и они, собственно говоря, снимают деньги за плейсмент, и таким образом поддерживают, ну, вот, жизнеспособный проект. А можно дальше, пожалуйста? Ну, как бы, да, по поводу финансирования важно показать бюджет, и что ваше приложение не будет стоять 150 миллионов денег, потому что важно адекватно, как бы, оценивать ситуацию на рынке, и для жюри будет важно понимать, что вы эти деньги, как-то само потратите, которые вы, возможно, получите на этот проект. И, ну, здесь важно предусмотреть все статьи расходов, маркетинг, там, людей, разработку, доработку, там, как бы, размести это все как-то во времени, планируете ли вы издание предложения, там, с версией 2, 3, ну, и так далее. То есть показать, что, там, вот, сейчас нам, там, нужно, условно говоря, 5 тысяч долларов, да, но дальше мы, там, планируем поднять какие-то больше и гораздо деньги, а возможно, там, с людей собрать какие-то деньги или, там, найти спонсоров, ну, как бы, показать какую-то эту актуальность, куда вы идете. Вот. И, собственно говоря, дальше. Хотел бы остановиться еще на том, что же хотелось бы увидеть через 48 часов, условно говоря. прототипирование приложения – это одна из самых, самых важных частей, как мне кажется, и, ну, есть множество разных методик, есть только соровская методика, она, ну, в принципе, достаточно популярная и очень действенная, вот, кстати. Ну, вот, она все осуществляется на бумажках и состоит, как бы, из четырех таких основных компонентов, как вы можете увидеть. Вот. То, что говорил Алексей, очень важно понять, как бы, для какой аудитории вы делаете, там, приложение, да, и, ну, собственно, говоря, прототипирование помогает создать MVP, о котором я уже сегодня сказал, МЖП, минимально жизнеспособный продукт, вот, и не распыляться на разные, в общем, ненужные штуки. Первое, что мы делаем, это придумываем персону. Это может быть пользователь конечный, это может быть тот, кто, там, собирает информацию в полях, это может быть, там, создатель, там, новой какой-то информации, в общем, с разных сторон создаются разные персоны. Ну, вот, в частности, какой-то есть у нас персонаж, который использует наше приложение. И первое, что мы делаем, мы, думаю, вживаемся в этот образ и пытаемся понять социально-генографические его характеристики. Ну, вот такие, знаете, как УДЖИФКИ, 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 СУХИНИ. Такой-то возраст, там, женат-неженат, живет в населенном пункте с каким-то населением. Ну, в общем, как бы, собственно. После того, как поняли, как бы, где эта персона находится, что и как, можно что-то вокруг нарисовать. Ну, для того, чтобы просто визуально. Визуальный компонент здесь очень важный, на самом деле. После этого мы прописываем поведенческие характеристики, скажем так. Ездит каждый день на работу на машине, там, пользуется, не знаю, смартфоном Android. Ну, вот такие всякие штуки поведенческие, которые характеризуют человека по его делам. И, соответственно, это позволяет нам лучше понять, какие у него есть потребности и цели. Вот. Такие есть виды. Meets and goals. Последний квадратик. Потребности – это, там, я не знаю, прослыть инноватором. А цель – это, ну, скажем так, не знаю, расшаривать интересную информацию в Facebook и ВКонтакте одновременно. Вот. И, исходя из, там, вот этих целей и потребностей, формируется такой списочек понятный, что бы мы хотели, становится понятно наконец-то, что бы мы хотели этой персоне дать. И дальше происходит, собственно говоря, формирование фичер-листа, длинного такого, да. То есть почему несколько листиков? Потому что мы такие вообще штуки обычно делаем составом в нескольких людей. Каждый себе как бы берет одну персону, разрабатывает ее, дальше формируется вот этот фичер-лист. Условно говоря, отвечающий на вопрос, с моим приложением персона может делать что-то. Вот мы берем шесть основных, там, каких-то сценариев, что может персона делать. И, как бы, ну, описываем и как-то зарисовываем это визуально. Дальше все люди в команде обмениваются, значит, этими листиками. У каждого есть, там, возможность проголосовать, скажем, за три сценария. И, ну, как бы, вот тут, ну, лепили какие-то кружочки, там, ну, как-то так. И, в итоге, обнаруживается, ну, формируется такой рейтинг, да, сценарий. И, там, например, условно говоря, в тот и есть, там, пять штук. И вот эти пять штук, они формируют наш минимально жизнеспособный продукт. И мы тогда понимаем, что, ну, есть много всего прекрасного. Можно сюда добавить и то, и все одно, как бы, для нас, для наших персон, которые, как бы, для нас понятные, живые, там, с соцдемом, с победением, с потребностями, с целями. Важен список вот из этих пяти вещей. И дальше, как бы, мы понимаем, что у нас времени уже не 48 часов, а, там, условно говоря, 24. И, ну, собственно говоря, мы формируем интерфейсы, там, прописываем фичер лист какой-то окончательный. Можно так вот дальше, последний. Вот. И, ну, стартуем. Вот это последний этап прототипирования. Здесь, как бы, раскидали мы все между важно-неважно и, там, сложно сделать либо легко. И вот то, что очень важно и легко, то, собственно говоря, формирует наш вот минимально жизнеспособный продукт. То, что должно быть сделано сразу, а все оставляем как бы приложиться. Вот. И, ну, вот, собственно говоря, советую вам по такой же схеме пройтись, ну, хотя бы по подобной, да. Вот. И хороших всем тестов. Давайте уже что-то делать. Спасибо. 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 Спасибо.